20 сентября академики Российской Академии Наук выберут нового президента. Кто им станет? И куда делся академик Сергеев? Президент РАН Александр Сергеев снялся с выборов нового президента РАН с комментарием, что это решение было вынужденным решением, принятым под беспрецедентным давлением. Что происходит в Академии Наук? Нынешний президент РАН, по сути, прямо сказал, что его вынудили отказаться от должности. Для Академии Наук это небывалое заявление. Обычно оттуда, если и уходит, то тихо. В бюллетене для тайного голосования два кандидата – гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников и директор Института теплофизики сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Выборы неожиданно стали драматическими. В последний момент действующий президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру, назвав это решение вынужденным и заявив о беспрецедентном давлении, с которым столкнулись академики. О том, как это восприняли в научной среде, Александр Сидорова. Нынешний президент РАН, по сути, прямо сказал, что его вынудили отказаться от должности. Для Академии Наук это небывалое заявление. Обычно оттуда, если и уходят, то тихо. Ранее связанные с Сергеевым академические структуры неоднократно выступали с критикой действий властей. 24 февраля более 200 российских академиков и ученых написали открытое письмо к властям с требованием остановить спецоперацию. Сам Сергеев это письмо не подписывал. За или против спецоперации лично, публично не выступал. Но спустя две недели, 7 марта, президиум Академии единогласно принял официальное заявление, которое было выдержано в гораздо более сдержанных тонах. Это заявление содержало призыв ко всем сторонам, как можно быстрее найти мирное решение конфликта. В июльском интервью РБК Сергеев говорил, цитата, «Просто так бравировать тем, что ты член РАН, не стоит. Высказывать гражданскую позицию нормально, но не надо подставлять РАН. Это не общественная организация, это государственная организация», конец цитаты. В этом же интервью, в ответ на замечание, что его критикуют за то, что он несколько конъюнктурный президент, Сергеев подтвердил, что придерживается консенсуса с властью, без чего, по его мнению, не удастся развить науку в стране. Сам Сергеев выступал против прекращения научного сотрудничества с другими странами из-за санкций. Также предупреждал об оттоке ученых из-за спецоперации. Как теперь можно понимать решение Сергеева не участвовать в выборах? Мнение академика Алексея Семенова. Я думаю, что главный вопрос, который обсуждался в целом на общем собрании, в какой степени ставленная позиция Академии, независимо от ее научной обоснованности, будет услышана руководителями того или иного уровня. И предварительное обсуждение и мнение именно самого Александра Михайловича Сергеева стало в том, что по истории, которая предшествовала этому событию, тот кандидат, который имеется в виду, основной кандидат, оставшийся после Сергеева, Геннадий Яковлевич Красников, будет услышан лучше. И это, собственно, сказал Сергеев в своем слове. А участие в выборах, если он считает, что кого-то другого слушает лучше, значит, он бы просто расколоть голоса, ввести неправильную такую ситуацию. Сергеева избрали президентом Академии в 2017-м. Он критиковал реформу РАН. В научном сообществе в целом он воспринимался как человек независимых взглядов. Но за минувшие пять лет результатами его деятельности остались довольны не все, говорит академик РАН Евгений Каблов, который сам выдвигался в президенты Академии в 2013-м и в 2017-м, но в окончательные списки кандидатов не попадал. Если вы прочитаете стенограмму 7 апреля этого года, когда на пленарном заседании выступал Мишустин, он называл реальные примеры, что делает правительство в плане налоговых, или вот в плане оказания помощи получения ученой научной молодежи квартир. Но при этом он сказал, мы хотели бы спросить, а какая отдача Академии на эти действия правительства? Председатель дома, он говорит, ну у нас вот присутствует президент Академии наук Сергеев, сможет выйти и ответить на ваш вопрос, но Сергеев не решил. Для меня это непонятно, как президент, и может доложить коротко, понятно, тем более вы ежегодный отчет отправляете. За 5 лет я не видел, что такого сделал сверхэффективно в плане управления. Среди конкурентов Сергеева на предыдущих выборах были Геннадий Красников и Владислав Панченко. К Панченко многие члены Академии относились настороженно, так как он близок к главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку. А Красникова, академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, часто называют бизнесменом от науки, которому благоволят чиновники, но которого недолюбливают ученые. Впрочем, не все. Он сторонник идеи российского технологического суверенитета. Красников и в этот раз претендует на пост главы РАН. Еще один претендент – директор Института теплофизики сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Каков теперь может быть расклад? Комментирует руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Понятно, что руководство страны пытается получить академику в существенную пользу страны, но фундаментальная наука не может наносить отдачу сейчас и здесь. С моей точки зрения, отказать Сергеева от участия в выборах, тем самым он создает ситуацию, в которой, если еще один человек откажется, Дмитрий Маркович явно проиграет Красникову. Придется выборы проводить заново. А Сергеев пока еще побудет перед президентом РАН. Я думаю, что здесь есть не только эмоциональная составляющая. Понятно, что Сергеев устал, понятно, что на него давили, но еще и Маркович может сняться. Тогда возникает новая совершенная ситуация. Это вообще уже скандал на политическом уровне. Выборы главы РАН должны состояться уже в этот вторник, 20 сентября. Российские ученые выступили против спецоперации в Украине. В России ученые выступили с протестом против войны с Украиной. Открытые письма подписали сотни сотрудников научных центров РАН, академиков, работников институтов. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. Этот фатальный шаг ведет к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности, говорится в письме. В тексте подчеркнуто, что для этой войны нет никаких разумных оправданий. Попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развертывания военной операции не вызывают никакого доверия, а Украина не представляет угрозы для безопасности, поэтому война против нее несправедлива и откровенно бессмысленна. Авторы письма также подчеркнули, что Украина была и остается близкой России страной, отцы, деды и прадеды вместе воевали против нацизма. Развязывание войны ради геополитических амбиций руководства РФ, движимого сомнительными историосовскими фантазиями, есть циничное предательство их памяти, подчеркнуто в обращении. Там же указано, что развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. А это означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию при полном отсутствии позитивных перспектив. Авторы письма потребовали немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины. Под письмом подписались Александр Аникин, лингвист, академик РА, Юрий Априсян, лингвист, академик РАН, Виктор Васильев, математик, академик РАН, Сергей Николаев, филолог, академик РАН, Раальд Сагдеев, физик, академик РАН, Александр Соболев, академик РАН, Институт геохимии и аналитической химии имени Вернацкого, РАН, Сергей Стишов, физик, академик РАН, Светлана Толстая, филолог, академик РАН, Ефим Хазанов, физик, академик РАН, Михаил Гельфанд, биоинформатик, член Европейской академии, Леонид Аронович, член-корреспондент РАН, Петр Арсеев, физик, член-корреспондент РАН, Елена Березович, филолог, член-корреспондент РАН, Елизавета Бонч-Осмоловская, биолог, член-корреспондент РАН, Алексей Гиппиус, филолог, член-корреспондент РАН, Михаил Глазов, физик, член-корреспондент РАН и другие. На момент публикации число подписавшихся составляет почти 270 человек и продолжает расти. Полный список доступен на сайте. Постскриптум. Такие поступки для наших достойных академиков не в первой и ранее были такие выступления против действия властей. Наиболее памятные, когда академики так и не лишили звания члена-корреспондента по математике небезызвестного Бориса Абрамовича Березовского, хотя могли, но поступили по-другому, спрашивается зачем, доступен на сайте. Постскриптум. Такие поступки для наших достойных академиков не в первой и ранее были такие выступления против действия властей. Наиболее памятные, когда академики так и не лишили звания члена-корреспондента по математике небезызвестного Бориса Абрамовича Березовского, хотя могли, но поступили по-другому, спрашивается зачем.